Очередь из родителей у школы в конце августа – это очередь в первый класс. Приходят сильно заранее, записываются в список, ждут, когда их пригласят. В 10-й школе все строго по предписаниям СЭС. Ведь состав в масках родители тоже. Директор школы Аида Кварчелия рассказала, что на 11 утра здесь уже обработано 70 заявлений от семей будущих первоклассников. Хочу весь педагогический состав 10-й школы и не только 10-й школы, всех учителей поздравить с выходом на работу. А сегодня мы принимаем первоклассник в школу. Родители стоят, потому что родители пришли с утра и беспокоятся, что не попадут в школу. Потому что в этом году мы в 10-й школе открываем 4 класса. Количество детей, максимальное количество детей, вы предписание главного санитарного врача знаете, ограничено. Поэтому все родители переживают, что дети не попадут в 10-ю школу. Все хотят попасть, это наши бывшие ученики, которые окончили 10-ю школу. Они хотят попасть на... И не только наши ученики. Мы стараемся никого не обижать, объяснять, почему так, почему мы... Но самое главное – это здоровье наших детей. Вы знаете, мы хотим, мы вот все предусмотрели, чтобы детишки наши пришли в первый класс здоровыми. И кое-что ограничили, какие-то возможности мы ограничили. Уроки, вы, наверное, уже знаете, мы сокращаем уроки. Это вынужденная мера. Предусмотрят в 10-й школе и отдельный поочередный вход для детей из младшей и старшей школы. На входе будет дежурить медперсонал. Еще одна очередь из мамы и пап собралась у второй школы. Здесь основной сбой родителей тоже происходит на улице. А дальше уже зовут в кабинет под боем. Район у нас очень большой. И родителей довольно много. Многие с утра раннего занимали очередь. Но мы постепенно регулируем, чтобы соблюдали социальную дистанцию. В масках, как вы видите, родители все это пишут заявления. Раньше мы как-то учитывали пожелания родителей. Но сейчас такая ситуация создалась, что мы можем принять только 4 класса по 24 человека. И большее, если будет большее количество, я не знаю, может быть, управление образованием будет рассматривать вопрос еще одного класса. Но это маловероятно, потому что связано с... И пожелания родителей по учителям. Мы у нас все одинаковые, родители в одинаковом положении. Мы вот сейчас раскладываем мальчики и девочки, перемешаем на 4 класса. У нас все одинаково хорошие учителя. Как и во всех школах, кстати. При наборе в первый класс приоритет отдается детям, живущим в районе, где расположена школа. Это вызывает определенные недовольства среди родителей. Но поступать иначе сегодня школы не могут. Мы сегодня, к сожалению, мне очень больно, но некоторым отказали родителям, которые не проживают по нашему району. Потому что если мы примем их, в это количество не попадут те, которые живут рядом со школой. Если у нас останется место, то мы рассмотрим их заявление. Мы рассмотрели все способы, как оградить детей, как оградить учителей в первую очередь. Дети могут бессимптомно болеть, а учителя. У нас довольно приличное количество возрасте учителей. Предписание то, что мы не должны уйти учителя старше 65 лет. Но такие специалисты, как география, русский язык, просто этих учителей нет. Но средства защиты поставим в известность учителей, чтобы никаких, надеюсь, случаев заболевания не было. Пока еще много вопросов к тому, как в итоге будет выглядеть учебный процесс по новым правилам, основанным на пандемии. Но точно известно лишь одно. Совсем скоро сотни абхазских первоклашек сядут за парты. Их точно хватит на всех.